Скажем слава нашему Господу! Мне хотелось бы обратиться к такому месту священного Писания. Это Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стиха сказано так. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. И тему я избрал из этого стиха 32-го. И хотел бы поговорить на тему. Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Один раз, смотря научный фильм, как охотятся киты, я обратил внимание на такого кита, это кашелот. И вот как он охотится, интересно, чтобы начать поглощать косяк рыбы. Первым делом он берет и издает резкий звук. Ну, такой резкий звук. И этот звук кашелота вводит панику в рядах косяка рыбы. На этом он не останавливается, он подплывает под этот косяк и начинает выпускать воздух. И вот этот воздух способствует тому, что косяк рыбы поднимается на поверхность моря. И когда косяк в панике, в пузырьках находится этого воздуха, то кашелоты начинают этот косяк просто поглощать пасть у кашелота 4 метра. Он выныривает, представьте, раздевает эту пасть 4 метра и начинает эту рыбу кушать. Апостол Петр в первом послании, в пятой главе, с шестым стихом говорит так. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, и зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Божий, всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки и веков. Аминь. И апостол Петр показывает и говорит, все заботы возложите на Господа. Часто я смотрю, мы как христиане научились свое внутреннее состояние проверять, оценивать. И если что-то не так, мы выравниваем свои внутренние пути, каемся, исповедуемся, молимся, чтобы сердце наше было свободным. Но есть такие обстоятельства в жизни, которые называются заботами. И апостол Петр почему-то внимательно говорит христианам и показывает, что все заботы возложите на него, ибо он печется о вас. У меня в жизни был такой период нелегкий, когда у меня была такая основная забота, мне надо было строить дом. И это был такой промежуток времени. И вы знаете, не хватало денег, я пошел на вторую работу. Смотрю, обратно не хватает, я пошел на третью работу. И какого было мое удивление, стало еще денег не хватать, и мне предлагают четвертую работу. Если бы я не остановился, мне бы предложили, я думаю, и пятую. Ну интересно, я когда четвертую мне работу предложили, я думаю, что-то я делаю не то. И я начал внутренне оценивать свою жизнь, обстоятельства жизненные, и начал вникать. Ну почему так происходит? Сколько бы ни работай, а финансов не хватает, дом не строится. И интересные события, вник и посмотрел. Когда появилась у меня вторая работа, у меня не стало времени посещать одно из собраний. Это в среду или в пятницу. Когда появилась третья работа, у меня перестало времени быть посещать второе собрание. И я исключил из своего среду, пятницу. Перед четвертой работой я начал вникать в себя, и у меня смотрю, пропадает желание читать Слово Божие. Пропадает читание, читать, не читать, а молиться. И уже приходя с работы, с таким настроем, что я устал, смотрю, и начинает пропадать желание идти в воскресное служение. И кажется, ну что такого заботы? А вот забота легла бременем так, что я начал своими силами, своими силами решать свои заботы, и получилось то, что кажется. Ну что такого? Это хорошее дело заботиться о семье, строить дом, заниматься, чтобы и финансы были в семье. А наружные обстоятельства настолько вот эту пустоту внесли в мое жизненное, в сердце, что я смотрю, очень повлияли на духовное. И дальше сказано, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ничего не напоминает охота кита. Сначала рыкнуть так, чтобы этот косяк рыбы потерял дезориентацию, не понимал. Я смотрел, он начинает метаться этот, представьте, там миллион рыб, они мечутся. Потом пустоту, воздух этот, а потом начинает поглощать. И кажется, ну что такое заботы? Ну что такое забота? У каждого разные заботы. Я помню, был студентом, и во время того, когда я учился в геолого-разведочном техникуме, я уверовал. И что характерно, интересно, когда я был неверующим, я учился на тройке, на двойке, месяцами техникум пропускал. Просто пропускал. В силу того, что неохота там, желания нету, еще что-то. Уверовал, начал молиться, меня завуч вызывает через два месяца, говорит, Дима, ты куда стал ходить? Ну я такой улыбаюсь, говорю, в церковь стал ходить? Она говорит, если бросишь, ремнем выпарю. Такая у меня была завучка, как вторая мама ее называл. Вы знаете, по-другому меняется. Уверовал отношение к Богу, начал молиться, посмотрел. И Бог способствовал тому, что исправил все двойки, стал учиться на одни четверки, пятерки. И кажется, ну почему? Одни, наоборот, погружаются в учебу, их не видно в церкви. Другие стремятся к Богу, молятся. И в жизни все налаживается. И апостол Павел говорит, что внешние обстоятельства, заботы могут повлиять на то, что у тебя будет происходить внутри. И важно, важно, он говорит, противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Вот представьте, пришли трудные обстоятельства в жизни, и надо противостать верою. Как Иисус говорит, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Чтобы не оскудела. Всякая трудность может в жизни появиться. Скорбь, проблема, дети болеют. Болеют тяжело. И получается, и в это время надо противостать этим натискам верою. А представьте, если вера ваша оскудела, заботясь о своих проблемах, заботясь об учебе, о работе, о деньгах. Все. Перестало желание молиться, читать Слово Божие. Перестало желание идти за Бога. Потому что заботы настолько бременем легли, и не видно просвета. И пришли трудные обстоятельства в жизни, и надо верою, сказано, противостать. А вера оскудела. И мне сегодня бы хотелось говорить и показывать, как сказано в 10 стихе, Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе Сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да садилы непоколебимыми. Ему слава держава во веки веков. Аминь. Друзья, когда пришла четвертая работа, я сказал, стоп, убрал из жизни все, оставил одну, начал молиться, и Бог вышел навстречу. Господь сказано, что Он по всякой благодати, Божьей всякой благодати, призвавший нас в вечную славу во Христе Иисусе Сам. Вот знаете, когда мы свои проблемы и трудности решаем им с Богом, то сказано, они кратковременные. И в этих кратковременных трудностях мы видим, что Бог начинает укреплять, Он нас утверждает, Он нас делает непоколебимыми. Но если мы начинаем свои проблемы решать, как мы понимаем, как мы думаем, находим еще одну работу, находим еще одну работу, решаем своими силами, то это тянется годами. И вырваться из этого круга только надо так, это вернуться, как недавно один старший пресвитер сказал, начать с того момента, откуда пошло падение. Ты некогда отвратившись. Апостол Павел Иисус говорит, Симон, Симон, ты некогда отвратившись. Вернуться надо на тот момент, когда начинается падение. Посмотреть. И мне хотелось бы сегодня еще зачитать такое место священного Писания, призвать молиться и помолиться. В послании к римлянам в 8 главе сказано так, с 24 стиха. Ибо мы спасены в надежде. Надежда, когда видит, не есть надежда. Ибо если кого видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас, воздыханием неизреченным. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Господь говорит, Симон, я молился. Сегодня нам дан дар неизреченный. И надо к Богу прийти так, чтобы Божий Дух в твоем сердце сегодня начал ходатайствовать о тебе за твои проблемы, за твои нужды. И когда соединяешься с Богом, я всегда говорю, легко возложить на Господа свои нужды. Когда ты с Богом имеешь личное общение, тогда Ему легко сказать, вот эта нужда, вот эта проблема легла таким бременем, что я не могу нести. Она отнимает у меня все силы, можно сказать, все соки. Но ты, Господь, возьми и неси, а я пойду за тобой, храня веру, и ты в этой вере укрепляй. Делай меня непоколебимым, и чтоб Божественный твой Дух в моем сердце ходатайствовал дыханием неизреченным. Будем молиться. Аминь.